всем доброго времени суток с вами лилия сегодня я начинаю новый проект моя постоянная заказчица марина купила в магазине аметист две нитки эфиопского опала их сразу выслали на мой адрес и марина их увидел только через экран своего телефона мне нужно было выбрать подходящий кабошон который подружится с эфиопским опалом я пересмотрела все свои камешки и самым подходящим оказался вот такой светлый слюдит были другие кандидаты но когда появился слюдит все остальные кабошоны померкли настолько хорош он оказался в паре с опалом здесь и нежно-розовые и бледно-голубые вкрапления все это перекликается со вспышками цвета самого опала надо подобрать бисер чисто белый здесь явно не подходит если честно я теряюсь какой цвет бисера здесь подойдет лучше всего так как в опале много разноцветных сполохов мерцание и розовое и голубое и зеленое ну ладно это мы разберемся подбираем материалы взяла светлый фетр светлую кожу кожа с розоватым оттенком очень красиво будет смотреться нитки у меня это рыболовная леска файлайн белого цвета для меня самое главное чтобы нитки не были очень сильно видны на коже ну что ж приступаю к работе теперь надо разобрать две нитки буса фиопского опала крошка опалов собрана на тонкий тросик и многие камешки было очень трудно снять тросика это знаете ли сразу как-то начинает напрягать посмотрим что будет дальше их вымола опала слушаться на солнышке вот только теперь можно рассмотреть насколько это мелкие камешки вы только посмотрите какого размера здесь встречаются камешки здесь всего два миллиметра или около этого и такой здесь не единственный начинаю обшивать кабошон это у меня первый ряд второй ряд это зубчики из трех бисерин цвет бисера я взяла в том вкрапление в кабошоне бисер тоха круглый номер цвета 151 я бы назвала его пыльный сиреневый а вот первый ряд это номер 147 светлая слоновая кость заканчиваю круг вот так это выглядит и последний ряд я поставила бусины розовый кварц и опаловое стекло чтобы по цветовой гамме перекликалась и с кабошоном и с опалами примерно вот так в форме капли мы с мариной планировали первоначально делать кулон обшивая камешками размечталась представляете игла не проходит в отверстие осколков и я в ступоре думаю что делать дальше а дальше я попробовала применить тонкий пин с шариком не во все камешки но иногда проходит и вот теперь сижу мучаюсь всю вот эту мелочь нужно проверить пройдет пин или не пройдет посмотрю сколько пройдет сколько не пройдет от этого зависит дальнейшая судьба украшения может украшения никакого не будет медленно по чуть-чуть собираю опалы на пины камешки все очень мелкие набираю по два-три осколка и снизу надеваю бисерину чтобы набор камешков был как бы на ножке набрала небольшую партию начинаю накручивать колечки откусываю лишнюю длину от пина и закручиваю колечко откусываю и закручиваю теперь я эту партию нанизываю на нитку и пришиваю вокруг кабошона вот нашла такое решение что делать надо что-то придумывать пришила партию снова надеваю опалы на пины и снова делаю колечки пришила партию снова надевая опалы на пины делаю колечки и снова нанизываю на нитку пришиваю и так до тех пор, пока не заполню всю окружность вокруг кабошона. И чтобы все это держалось крепко и надежно, я прохожу еще раз по всем петелькам, закрепляя их. Осталось совсем немного вот здесь заполнить и вот здесь, вижу, редко заполнила и они шатаются. Нужно, чтобы все это сидело поплотнее, так что осталось немного. Здесь заполню и здесь заполню и уже готовую вам покажу. Марина увидела полуготовый кулон, сказала, что похоже на одуванчик. Я подумала, может быть, такое оформление на тему одуванчика понравится, но нет. Марина попросила просто снизу присоединить этот маленький кругляшок и все без всяких цветочков, лепесточков. Поэтому я вышиваю маленький круг, в середину пришиваю опалы, которые также на пинах и получился вот такой красивый кругляшок. Потом соединю вместе два элемента и будет кулон. В большом круге под опалами пустой фетр, поэтому я обшивала три раза по кругу бисером номер 10, бисером номер 8 и бусинами розовой кварц и опаловое стекло в таком же порядке, как сверху на кабошоне. Причем я же не планировала это делать заранее, так как не знала, что буду делать с этими опалами, получится ли у меня вообще что-то. Все сочиняла на ходу. Поэтому три контурных круга обшивки пришлось делать уже после того, как пришила опалы. Это добавило некоторые неудобства, трудности, но, по-моему, я справилась. Примеряю бейл. Пытаюсь понять, красиво это будет или нет. Сам бейл мне нравится, но вместе с кулоном я их не вижу, поэтому буду плести бейл. Возьму бисер тоха 11 размер номер цвета 151. Этот цвет оказывается называется виноградный туман цейлон, а я для себя назвала его пыльная сирень. Этот бисер присутствует в обшивке большого и малого круга. И возьму восьмерку чешского бисера 58-135. Он прозрачный, с абы напылением. Я проколола кулон насквозь, то есть проложила канал, через который я буду пришивать этот бейл. Вот так это должно выглядеть... Кулон готов. Мне бы радоваться, но тут возник еще один момент, который не давал покоя. Этот бисер, виноградный туман, хорошо смотрелся в обшивке, но когда я сплела бейл и жгут, оказалось, что они выпадают по цвету из общей картины кулона. Если честно, я хотела уйти от желтизны опалов, но не получилось. Нет, все-таки это не то. Вот, покажу еще на манекене. Я сделала еще один бейл и сплела еще один жгут. Опалы обмануть не получилось. И теперь новый жгут прекрасно вписывается в желтизну опалов. То, что остался жгут, я ничуть не расстроилась. К этому жгуту хорошо подойдут кулоны с розовым кварцем или кунцитом. Так что это вопрос времени и желания. И теперь хочу показать вам поближе бейл, который я примеряла к кулону. И, как мне показалось, они не подошли друг другу. В лоте идет 5 штук. Бейл крупный. Размер его 35 на 22 миллиметра. И входное отверстие 10 на 15 миллиметров. С 1 июня на алиэкспресс начинается месяц красных цен. Не на все товары, но на какие-то позиции заранее указывалось, какая будет цена. Бейлы не попадают в список красных цен, но хочу сказать, что я их покупала за 390 рублей. А на момент съемки за лот из пяти бейлов цена составляет 376 рублей. Вот эти несколько украшений отправились к Марине в Москву. Марина получила посылку, осталась очень довольна и собирается делать мне еще заказы. На каждое украшение в отдельности я делала видео. Это кулон с дракончиком. Камень хантигерит и верхний камень змеевик. Это джаспелит. Это эфиопский опалса с людитом. Это, если кто-то видел и помнит, аммолит с гранатами. И симбирциты. Четки из симбирцитов и браслеты из симбирцитов. А сегодня это все, что я хотела вам показать. Всем тепла, добра и мира. До новых встреч. С вами была Лилия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok